В целом, позитивно, хотел как раз доложить, как идут дела в области, поблагодарить за внимание, которое вы уделяете развитию в целом северных территорий и Архангельской области в частности. В прошлом году вы дважды побывали в Архангельской области, провели два важнейших совещания по лесопромышленному комплексу, по развитию опорных населенных пунктов. Хочу вам доложить, что все поручения, которые вы давали, они реализуются, и на сегодняшний день мы уже можем фиксировать положительный результат от многих результатов. Как вы помните, в 2022 году Архангельская область у нас столкнулась со сложной проблемой, мы во многом были ориентированы в своей промышленности на экспорт в страны Евросоюза, и когда были введены секторальные санкции, одномоментно получились отрезаны от всех внешних рынков. Сегодня мы полностью переориентировались, это показывают уже основные макроэкономические показатели, вышли в рост и по бюджету. В прошлом году показали небольшой рост ВРП на 0,3%, в этом году прогнозируем уже 1,3-1,4%, на следующий год выйдем на 2-3% рост. Это неплохие показатели. Это нам позволяет за счет того, что было принято решение об особой экономической зоне в Арктике и резидентства в Арктической зоне, мы одни из лидеров, и по количеству предприятий, которые уже реализовали свои проекты, мы первое место здесь занимаем, мы по количеству людей, которые у нас на этих предприятиях трудятся. Поэтому это очень хороший инструмент, который… Хорошо, что это все упало, да. Исторически у нас… Исторически у нас… Исторически у нас… У нас уже даже меньше до одного, то есть у нас сегодня безработица уже минимально, и это как раз вот последствия вот этих вот создания новых производств. Вы в свое время поддержали, Владимир Владимирович, мы проработали с правительством, создали территорию опережающего развития, назвали ее «Столица Севера», и сейчас начинаем там несколько очень интересных проектов. Одно из основных таких, которые я хотел бы обратить ваше внимание, это на производство йода. У нас вот до санкционный период практически весь йод был импортирован. И мы сегодня у себя открыли одно из крупнейших в России месторождений йодных вод, и сейчас запускаем проект, который по добыче этого йода, и дальше по созданию, соответственно, производства, и в части фармацевтики, и в части косметологии, и других, в том числе и продукции ВПК. Вот два эксперимента тоже, в которых мы приняли участие, и уже тоже можем говорить, что есть определенные результаты. Первый, мы один из семи субъектов, которые с следующего года уходим в проект по геологическому изучению нетр на принципе государственно-частного партнерства. Мы в первую очередь ориентируемся на добычу алмазов, и уже сегодня эксперты говорят, что с большой степенью вероятности мы сможем минимум удвоить наши запасы. То есть, если сегодня Архангельская область обеспечивает 20% добычи российских алмазов, то мы предполагаем выйти на 40%. У нас хорошие алмазы ювелирного качества, поэтому это тоже для нас очень важно и с точки зрения бюджета образования отрасли. Вот отдельно хотел обратить внимание, Владимир Владимирович, в своё время, я в 2022 году к вам обращался, вы поддержали. Мы практически первый регион, который значит, что регион у нас лесной, лесная промышленность является важной частью нашей экономики. Мы первые проводим полное 100% лесоустройство. То есть, мы сегодня, к концу этого года будем иметь документы, актуальные по качеству состава наших лесов на 93%. Какие результаты? В 2022 году расчётная лесосека была 26 миллионов кубических метров. После проведения этого анализа мы увеличили больше, чем на 5,5 миллионов кубов леса. То есть, фактически, мы показываем, что сегодня наши запасы значительно больше, чем мы об этом знаем. И это хороший пример, в том числе для других регионов. Владимир Владимирович специально не начал сегодня с нашей поддержки специальной военной операции членов семьи, поскольку для нас это уже стало не каким-то таким уникальным событием. Это ежедневная наша работа, мы её ни на секунду не оставляем. В этом направлении движемся, у нас действует и Центр «Вместе мы сильнее», Фонд защитников Отечества, помогаем нашим ребятам и на фронте, и обеспечиваем заботу членам семей, проживающим в области. Запустили производство беспилотников. Мы, конечно, там больших заводов у нас нет по производству этой номенклатуры, но частные инициативы вполне сегодня активно развиваются. Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в таких товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать. И вот уже за два года больше 3300 дронов мы поставили на лидиум боевого соприкосновения, в зону специальной военной операции. И в целом очень хорошие они ходы, мы это производство расширяем, модернизируем. Мы вводим все время новые направления, номенклатуры. Два тоже у нас инициативных проекта. У нас достаточно большое количество сегодня наших жителей, ребят, подписывают контракт с Минобороны для того, чтобы пойти и защищать Родину. И для того, чтобы уже на этапе такого сбора и до отправки воинские части они получили или где-то там возобновили знания по военным специалистам, мы создали вот такой полигон, на котором от 5 до 10 дней ребят обучаем. Они проходят основные курсы по огневой подготовке, инженерной подготовке, тактической подготовке. Это делаем совместно с Северным флотом, Беломорской морской базой и преподают там уже реальные наши ветераны СВО, ребята, которые прошли, имеют опыт, которые уже говорят о том, что сегодня в современных ведениях боевых действий актуально и на что надо обратить внимание. На базе Северно-Артического федерального университета открыли учебный центр и тоже уже выпустили 286 специалистов. Это у нас специалисты инженерно-саперного направления, военные психологи и сапер. Там тоже у нас руководитель этого центра, ветеран специальной военной операции, удостоен многих государственных наград. Я бы ему лично от вашего имени вручал, поэтому очень такой человек заслуженный, который в том числе занимается и патриотическим воспитанием наших ребят. Наша подшефная территория, город Мелитополь, работаем с ним на постоянной основе. 34 мероприятия, 30 объектов помогли восстановить. Отправляем ребят на отдых в Крым, они отзываются очень позитивно. Видите, здесь некоторые изменения можно посмотреть, но такие они достаточно существенные. Мы эту ни на секунду, несмотря ни на какие иногда и бюджетные такие сложные ситуации, но мы всё время продолжаем эту деятельность, потому что понимаем, что она сегодня важна. Владимир Иванович, по развитию опорных пунктов разработали мастер-план архангельской агломерации. По пяти основным направлениям будем работать. Это у нас Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, три наши крупнейшие города. У нас, если видите, есть судостроение, лесопромышленный комплекс, образование, наука, логистику. Вот буквально несколько слов по образованию науки. Мы на базе САФУ и Северного государственного медицинского университета сейчас приступили к строительству кампуса мирового уровня. Спасибо большое за то, что вы поддержали это решение, принято было. И здесь есть предложение. Вот у нас в области формируются, по сути-таки, головные центры компетенции. Если в области дерево-переработки и слезобумажной промышленности он формируется таким естественным образом, то хотелось бы ещё в этом кампусе, с учётом того, что большие деньги, больше 30 миллиардов рублей вкладываются в этот проект, сделать ещё и головной центр компетенции в области судостроения. Архангельская область, город Северодвинск, это 48% всех производственных мощностей ЕСК, 46% всего личного состава работают на заводах только в Северодвинске. Я уже не говорю про филиалы в Мурманске, в Крыму. Поэтому, если вы поддержите такое предложение, можно было бы дать поручение Минпромторгу и ЕСК. Я с Вице-Поментом этот вопрос обсуждал, но в целом поддерживаю, соответствующее поручение по своей линии дал. Но я хотел бы в том числе заручиться вашей поддержке. Есть идеи по строительству новой верфи. Я знаю, что этот вопрос обсуждается на Северо-Западе. Понимаю, что проект очень конкурентный, много в том числе наших соседей на это претендуют. Но всё-таки у меня просьба одна. Здесь это проект не Архангельской области, не какой-то другого региона. Это такой вопрос общей страновой федеральной. Очень хотелось бы, чтобы у всех у нас была одинаковая возможность где-то за общим столом высказать и показать все те конкурентные преимущества, которые есть у наших территорий. Потому что я глубоко убеждён, что если в части глубоководных портов, портовых мощностей у нас есть территории, может быть, более в этом смысле приспособлены, то то, что касается судостроительных компетенций, то, что касается сегодняшнего наличия и кадров, и инфраструктуры. Здесь мы точно можем быть очень высоко конкурентны, а для Архангельской области это, конечно, направление крайне важное. У вас стройка развивается в целом очень успешно, но всё-таки проблема аварийного жилья остаётся. Достаточно. Несколько раз доля аварийного жилья, несколько раз больше, чем в других регионах Российской Федерации. Это такая, к сожалению, историческое наследие Советского Союза. Вы прекрасно это знаете лучше меня, что это жильё в своё время строилось как временное для людей, которые приезжали работать на лесоперерабатывающих предприятиях. Но, как говорится в народе, нет ничего более постоянного, чем временное. Сегодня уже время пришло, конечно, людей переселять. И в этой связи я тоже хотел бы обратить внимание, что в новой редакции национального проекта, в части федерального проекта по переселению людей из ветхоаварийного жилья, очень важно не исключать все столицы субъектов из этого процесса. Сегодня такая инициатива есть, но я бы всё-таки предложил подходить к этому дифференцированно, исходя из тех обстоятельств, которые есть. Мы очень активно развиваем все те инструменты, которые есть, и масштабные инвестиционные проекты, и комплексное развитие территории. Но тот градостроительный потенциал, который у нас есть, он конечен. И в целом мы всё равно не сможем обеспечить переселение всех людей, проживающих в аварийном жиле, только на счёт этих инструментов. Мы сейчас ещё поподробнее поговорим.